Он купил каньон, он весь обвешался прихорами. Это для него сегодня съемка для видеоблога. У Сани видеоблог. Барнаул традиционно стал местом притяжения для любителей велогонок. Так в краевой столице 14 сентября прошел 11-й ежегодный веломарафон. Участие в нем приняли как новички, так и профи со всей Сибири. Настрой великолепный, гонка ожидается прекрасная. Вообще первый раз еду. Первый раз еду? Первый раз. А вообще как часто катаетесь? Расскажите, зачем вы ездите? За этот сезон проехала. Пятый раз сегодня будет. А так просто занимаемся спортивным ориентированием. Рассчитываете на победу? Нет. Рассчитываю просто доехать. Шикарно. Ты был боевой? Рассчитываете на победу? Разумеется. Сейчас пробиваться будем вперед. На самом деле это мой первый такой заезд. Но я здесь ради участия, ради позитивных эмоций. Участники больше трехсот велосипедистов в девятнадцати возрастных категориях. Самым маленьким по семь-восемь лет и самым старшим 61+. Настроение бодрое. Рассчитываем на лидерство в своей группе. Мы из Новокузнецка приехали. Традиционно по марафонам ездим. С верстников обыгрываем. Сколько вы? 65. В ленточном бару проложили два маршрута. Одиннадцатикилометровый круг для взрослых гонщиков, для юных круг составил порядка двух километров. Кстати, в марафоне участвовало 47 детей. Ну, впечатление хорошее, драться сложное. Ну, подъем один был. А в чем сложность? Ну, много песка. Ты победил или какое-то место занял? Ну, я четвертое место. Ну, первые три круга я ехал шестым, но потом как-то третьим оказался. Сложно было? Нет. А вообще, вот часто ездишь на велосипеде, и как решил тут поучаствовать? Два года уже. Детей развлекали аниматоры, можно было поучаствовать в мастер-классах, а барнаульские вокальные и хореографические студии представили концертную программу. Здесь как бы две цели. Первая – это некая такая образовательная цель, чтобы образовывать, в принципе, наш контингент среди велолюбителей, показывать, как правильно экипироваться, какие стоит выбирать велосипеды. А вторая – это непосредственно организовать людям праздник и подарить им вот такую клевую атмосферу, как сегодня. Кстати, веломарафон входит в десятый этап Кубка городов Сибири. А лучшие 100 участников, те, кто заняли с первого по пятые места в каждой возрастной категории, получили призы и награды. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком.